Мордовская мифология обрамит фасад ульяновского общежития. Эту идею в областную столицу привез художник из Сибири Вадим Меза. Что изобразить и в какой технике решил уже после знакомства с областью и полотном, на котором предстоит творить. Так с одного торца дома на прохожих будет смотреть толпа Аз, бог огня, а с другого – видява, богиня воды. Последняя олицетворяет широкую необъятную Волгу. Вся стрит-арт-работа займет пять этажей. Накануне Вадим уже нанес эскиз. На наши камеры попал самый яркий процесс – заливка цветом. Из-за того, что две поверхности, и вот хотелось изобразить огонь и воду, и вот наиболее подходящие были как раз мордовские боги. У меня там и на африканскую культуру бывали работы, и на славянскую, и всякие разные. Я в целом очень люблю какие-то вот такие мифологические штуки, культурные какие-то древние традиции, и у меня очень много работ с этим связано. Вадим добавил, на одной технике не концентрируется. Тем не менее, человек, вовлеченный в творчество, узнает его работы из сотни остальных. Всё дело в авторском почерке художника. Здесь, если приглядеться, можно увидеть напыление из множества мельчайших брызг. Уже к концу месяца прохожие смогут сравнить, чьи работы им нравятся больше. Стрит-арт-история коснётся сразу шести фасадов. Мотивом к уличному искусству стал фестиваль «Контрол-Ц», «Контрол-В». Молодые художники, работающие в разных техниках, покажут свой взгляд, своё видение каких-то моментов, которые связаны с Ульяновском, с культурным наследием Ульяновска, Поволжье, Ульяновской области. И все эти муралы останутся в нашем городе, как такой творческий привет от людей, которые творят по всей России, по всему миру. Все работы – это видение художниками Ульяновской области. Через своё творчество они отобразят сильные черты региона, его особенности. Определиться, на каких домах рисовать, помогли сами горожане. От них поступило 13 заявок. Часть отсеяли сразу, так как нет прямого доступа к фасадам. Остальные примут новый облик до 30 июля, включая дома на улицах Локомотивной, Заречной, проспекте Тюленева и пересечении с Паской Ленина. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.